Добрый день, друзья! Я рад, что вы на моем канале. И мне сегодня хотелось познакомить вас с тем, как сделать надписи профессионально в редакторе DaVinci Resolve. Дело в том, что в редакторе DaVinci Resolve есть свои встроенные функции, как сделать надписи или надписи в нижней третьей части экрана и так далее, Lower Thirds, как это называется, но иногда бывает необходимо сделать эти надписи таким образом, как это подходит нам. И мы с вами сейчас это разберем. Поэтому переходим в DaVinci Resolve и я вам покажу, как это сделать. У нас загружается DaVinci Resolve и пока происходит этот процесс, я хотел бы сказать вам, что в прошлом видео я не рассказал о таком важном инструменте в редакторе DaVinci Resolve, как инспектор. Инспектор это все в DaVinci Resolve. То есть, что бы ни происходило на вашей тайм-линии, регулируется и устанавливается, настраивается в инспекторе. Поэтому я также сегодня вам покажу инспектор и что с ним можно делать. Итак, открылся у нас редактор DaVinci. Мы начнем новый проект и назовем этот проект «Профессиональные надписи». Сейчас мы видим, что у нас открыт интерфейс DaVinci. И здесь пока нет клипов. Поэтому мы должны поместить сюда несколько клипов, с которыми мы будем работать. Я уже приготовил два клипа. Я их выделяю и помещаю в медиатеку. Итак, клипы теперь в медиатеке. Теперь мы можем их поместить на тайм-лайн. Мы кликаем на вкладку «Редактор». Я пользуюсь в основном вкладкой «Редактирование». Вкладку «Кат» я использую редко пока, поскольку я работаю с небольшими проектами. Итак, у нас есть здесь два клипа. Помещаем их на тайм-лайн. Мы можем их проигрывать. И видеть, что здесь происходит. Как я уже вам сказал, очень важная вкладка в редакторе DaVinci Resolve – это «Инспектор». Это целый инструмент, который позволяет нам делать очень много вещей в редакторе с тем, что происходит у нас на тайм-линии. Это у нас тайм-линия. И «Инспектор» у нас находится в правом верхнем углу. Когда мы кликаем на вкладку «Инспектор», у нас появляется вот такое окошко, в котором, собственно, есть все настройки. Масштабирование нашего видеофайла. Его можно масштабировать. Положение нашего видеофайла. Это положение можно изменять. Также видеофайл можно поворачивать, как нам удобно. И практически использовать наши творческие способности для того, чтобы монтировать видео. Если мы кликнем на вот эту точечку здесь, то мы вернем все в начальное положение. Таким образом, вкладка «Инспектор» позволяет нам настраивать все, что происходит на тайм-линии. И сейчас мы с вами добавим текст к этому видео. Мы переходим в библиотеку эффектов. И находим такой параметр, как «Титры». Как я уже сказал, титры есть уже приготовленные в DaVinci Resolve, поэтому мы можем использовать титры, которые здесь есть. Например, вот эти. И я показывал, как это делать в прошлый раз, в прошлом видео, которое вы можете посмотреть по ссылке вверху. И теперь, когда мы добавили титры из библиотеки, мы можем их настраивать каким-то образом, так, как это нам будет удобно. Например, мы можем изменить текст. Здесь в инспекторе есть все необходимые функции, которые позволяют нам это сделать. Таким образом, мы можем изменить текст. Запишем здесь профессиональные титры. И мы можем изменить цвет этого окошка. Подобрать здесь цвет. Мы можем изменить размер. Видите, размер меняется. Мы можем изменить плотность букв. Она также меняется. Мы можем поменять насыщенность этого цвета. Ну и так далее. Все это делается вот в инспекторе. И давайте посмотрим, что у нас получается. Вот появляется текст. Но, как я уже сказал, иногда может быть так, что нас не устраивают те титры, которые есть в DaVinci. Поэтому сейчас мы с вами создадим свои собственные титры. И давайте для этого возьмем другой ролик, который я приготовил из медиатеки и поместим его на тайм-линию. Итак, у нас есть еще один ролик. И сюда мы добавим титры так, как нам это хочется. Переходим опять в библиотеку эффектов и выберем с вами текст. Берем, кликаем на эту надпись текст и перетаскиваем его просто на нашу тайм-линию, на наш клип. Здесь опять мы можем перейти в инспектор и набрать текст, который нам необходим. Например, колесо обзора. И здесь мы можем изменить шрифт. Например, сделать другой. Мы можем изменить цвет этой надписи. А также мы можем эту надпись с вами разместить так, чтобы она была в том месте, в котором нам это необходимо. Мы меняем ее положение и опускаем немножко вниз. Или давайте опустим вниз, чтобы нам было удобно. Кроме этого, здесь есть такие элементы, которые тоже можно устанавливать. Можно добавить к этому тексту небольшую тень, если нам необходимо это сделать. Можно добавить размытие, сделать непрозрачность. И кроме этого, можно еще добавить фон. Давайте выберем цвет фона. Сделаем его, наверное, давайте, чтобы было лучше видно, сделаем его красным. Итак, пока мы фона не видим, но нам необходимо порегулировать здесь вот эти движки ширина и высота. И после этого мы увидим, как фон появился. И теперь мы уменьшаем размеры этого фона. И таким образом у нас получается вот красивая такая надпись. Можно изменить закругление и так далее. Сделать полностью квадратным или полукруглым. И поменять прозрачность. Сделать более прозрачным и менее прозрачным. Таким образом у нас получился текст. Довольно-таки симпатично. Давайте посмотрим. Вот он у нас появляется. Мы можем уменьшить длину, интервал временной этого текста. Сколько он у нас будет появляться. И таким образом у нас появился вот очень красивый текст, который мы создали сами. Но это еще не все, что касается этого текста. Мы можем также добавить сюда переходы. Таким образом, что этот текст будет красиво появляться в нашем видео. Для этого необходимо перейти опять в библиотеку эффектов. И выбрать здесь видеопереход. Самое интересное это то, что в DaVinci видеопереходы можно добавлять таким особенным образом к разным элементам, которые находятся на тайм-линии. Среди этих элементов это и текст, это и объединенный клип, а также сплошной цвет. И я об этом, возможно, расскажу в моих следующих видео. Но сейчас давайте посмотрим, какие здесь есть у нас видеопереходы. Мне очень нравится видеопереход. Например, для такого случая, который называется выталкивание. Я его просто беру и добавляю, помещаю здесь в начале текста. Если я кликну на этот переход, я также могу его настраивать. Могу настраивать его длительность. Могу настраивать также предустановки этого перехода. Вот выталкивание влево, выталкивание вправо, вверх или выталкивание вниз. И могу также сделать границу для этого перехода и другие вещи. Также могу регулировать кривую перехода. Это тоже помогает сделать переход или мягче, или более таким обрывистым. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, видите, как красиво у нас появляется текст. Но кроме этого, нам необходимо еще сделать, чтобы этот текст красиво уходил из нашего видео. Поэтому мы также добавим этот же переход, только в конец. И получится у нас очень красивое проявление текста в нашем видео. И здесь у нас текст ушел вправо. Но давайте сделаем так, чтобы наш текст ушел влево. Соответственно, здесь мы поменяем на выталкивание вправо. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот таким образом у нас получилось добавить текст к нашему видео. И мне кажется, получилось довольно профессионально, красиво и аккуратно. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео в уроках по DaVinci Resolve 16. До встречи в новых видео.